добрый день друзья сегодня у нас уже на календаре 19 поехала машинка вы ее увидите в завтрашнем видеосюжете будет на нее небольшой обзорчик мне устроили тест-драйв для сравнения это хунда и крека крето крето в 1.6 коробка робот смотрите так что хотел сказать сегодня мы находимся на жемчужине россии я думал поехать в анапу ну тяжело пока ехать в анапу без машины двигаться как вы многие пишут вот я вложил видео о том что ищу машину еще друзья поехали тоже пахмахали о том что зачем вам вторая машина в семье то есть у каждого понимаете свои дела и попытаюсь еще раз объяснить это светлана машина она на ней передвигается вот я вчера понадобилось поехать допустим на ласточкино гнездо там видео записывала там куда обзорчик дела пусть она поехала чтобы наши планы не пересекались вы получали более интересный контент надо две машины в любом случае тем более вот как я с утра встал в пять утра до уехала на весь день уехала то есть мне мужчина летом нужно в принципе проехать там несколько километров которые с утра пешком поверьте мне тяжеловато преодолевать это то есть еще раньше минут на 20-30 после когда я сплю по 4 часа то каждое время просто золотой минуты кажется ну давайте меньше разговоров по пути поговорим и прогуляемся на пляже мчужной россии думаю давно не показывал все скучали приятного просмотра вот такая погода хотя когда я вышел выглядывала на сегодня солнышко ну пока добрался до жимчужной россии прокатились по витязь в окружочек сделали на вот этой 3 попробовал в принципе интересная довольно таки машинка полный обзорчик смотрите завтра я нас отрица его загружу как полный обзор тест-драйв автомобиля людей нет никого нет машины ездят это хорошо арочка жемчужной россии стоит вроде бы не разрушается что тоже немаловажно так наверно все таки надо шапочку приодеть потому что чувствует там будет сильнейший ветер так как у нас возле дома там так поддувает что что страшно становится не улететь бы никуда вот допустим что хочу рассказать по вот этой hundae 3 не конкретно по ней по ней вы посмотрите а в салон юг авто если не ошибаюсь называется находится перед новороссийском на въезде в общем мы туда заехали заходим в салон спрашиваем что почем это pajero sport по моему митсубисик элечку бы мечту бы на них нет вообще даже желание брать кредит во что сколько воплотить чем она надо и там либо нам менеджер какой-то попался вроде бы все рассказал там но у меня сложилось впечатление что я пришел не машину покупать круто я пришел ему что-то должен мне надо отдать он говорит то есть машину вам без допов не продадим это же крета вы что это самое лучшее автомобиль и так далее и тому подобное хотя обзоры которые смотрел в интернете да вот люди с которыми общаюсь кто-то говорит там возьми инспе хорошие не ты корейцы нормальные ну не знаю не знаю такое сомнение у меня образовалась и стоимость у нее допустим еще проблема что ее нет на механике в 4wd на двухлитровых бишках есть на 16 но 16 на такую массу допустим она уже плывет жесть как вам просто я в шоке здесь видите накидывали доски камни палки чтобы перебираться хорошо что я в сапогах в общем если вы переезжать собрались в анапу обязательно покупайте сапоги без сапогов в анапе делать нечего я так скажу просто глядя на все улицы на все то что происходит вокруг я пришел к такому мнению потому что сколько я хожу сапогах мне комфортно только обулся у меня ноги мокрые если в кроссовках или еще в чем-нибудь 9 и 3 температура воздуха в том месте где мы сейчас находимся и посмотрел пообщался с этим представителем или как его правильно там назвать парнем который продавал эти машины самое интересное пришли там в одном салоне в этом юг авто и митсубиси в одном этом подходим митсубиси асс икса и оттуда такие с его стороны возле света он произвел непозволительные слова просто у света у дяди митсубиси асс икс света говорит ну а митсубиси лучше будут то есть японский автопром лучше чем корейские нет вы что карета лучше то есть хундая лучше все это стоит на него посмотрел отсюда когда мужчина ни за что никогда в этом салоне ничего не купил вот как-то так так давайте немножко поговорим о приятностях для канала елена викторовна че перевела вам 300 рублей сообщения спасибо за видео малый проезд который вот снимал это от елены чеги вообще от души было сделано ничего не просил просто постоянным подписчикам хочется делать тоже в ответ приятно наталья викторовна е перевела вам 400 рублей сообщения спасибо юрий за зимнюю сказку анапе наталья викторовна от души спасибо что смотрите я рад что такие видеосюжеты вам понравились и зашли в душу александра петровна п я так и не нашел человечка чтобы отозвалась в общем от нее был донат 500 рублей если вдруг отзоветесь это были на какие-то другие цели я обязательно поменяю пока в копилку на макбук и сегодня в 1900 дай бог чтобы у нас все получилось я уже чувствую как песок у них хрустит на зубах который летит с наших дюн начинаю задумываться чего я не взял перчатки хотя посмотрел на температуру вроде 9 вроде бы все должно быть хорошо ну вот оказалось не совсем еще бы ветер отключить но ветер свой колорит вносит давайте прочувствуем всю ту боль тех людей которые преодолевают дюн выходят туда на ветер здесь сейчас я уже в зайчишке небольшом я все-таки подыму капюшон и теперь мне вообще ничего не страшно практически если бы ой все как вообще-то глядеть можно я немножко помолчу просто жесть что разглядел то собрал да да вот она друзья стихия наша черного моря тем кто пошел сегодня окунаться так я понимаю что вот эти ребята наверно за этим и идут о кстати туалет исчез и посмотрите сколько мусора ветер выдал из-под песка просто загаженный пляж не знаю передает ли это все камера весь этот вид из под домиков забитые деревяшки в песок в общем просто жесть убирать не переубирать и пляжик стал поуже чуть-чуть здравствуй морюшка все пытается с тобой бороться на загрязнять но ты чистишься чтобы радовать нас опять еще раз всех хочу поздравить с великим праздником крещения кто-то смог окунуться кто-то не стал этого делать о кстати смотрите давно не встречал вулканическая пемза реально давно не видел что там что-то она потерлась а раньше было вообще очень-очень много этих камушков сносит напрочь давайте посмотрим сколько же температура моря возле берега 9,1 градуса ну и давайте попробуем отснять немножко нашего моря но ветер прям сильнейший я так стою могу лежать на ветру чтобы было хорошо и приятно мне вам приятного просмотра ваши города огромнейший привет с теплотой моей души и сердца почувствуйте ее с нашего такого ветреного побережья хорошего настроения всем друзья побольше позитива еще раз поздравляю от души с праздником крещения если вдруг были видеосюжеты о том как вы окунались именно видео мне фото чуть поприсылали там повыбирали хороший ракурс я так понял стесняетесь да и ладно тогда но если вдруг кто-то пришлет буду благодарен у меня есть видео с крещением правда я там не очень хорошо виден но есть Александре за это огромное спасибо ее мужу Михаилу огромнейший привет спасибо что с нами совершили это омовение давайте наслаждаться нашим любимым морем и так далее и так далее и так далее и так далее а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...